Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сейчас мы находимся почти в центре города. Мы находимся сейчас недалеко от завода Реут. Здесь собрались машины, это мусоровозы, которых вновь, в очередной раз, не пустили на полигон. Сегодня они весь день простояли, съемочная группа БТВ выезжала на место. Машины по традиции снова приехали, поцеловали ворота закрытые, развернулись и простояли там весь день. Сейчас было принято решение собрать почти все машины здесь, в центре города. Ну и, конечно же, не обошлось от охраны. Охрана приехала на удивление. На удивление много. На каждую машину примерно по одному экипажу. То есть приехало 8 мусоровозов и 8-9 экипажей полиции. Правда, сейчас они уже отъезжают, постепенно приезжают одна за другой. Также здесь присутствует и директор ДРСУ, предприятие, которое занимается вывозом мусора. Руководство города, мэр Бельц Николай Григоришин, вице-мэр Геннадий Шмульский, представитель экологии. И, как уже было сказано, много полицейских. Правда, зачем так много, не знаю. Вот это водители, водители машин, которые целый день, в очередной раз, простояв место работы, просто простояли опять у полигона. Ну что ж, думаю, стоит узнать у руководства, что дальше. Что делаем дальше? Сейчас мэр пока занят. Давайте подойдем к полицейским, спросим у полиции, почему так много экипажей, зачем. Зачем так много, потому что не происходит ничего. Здравствуйте. Можно спросить, почему так много полиции? Обычно одна-две машины сейчас 8 на каждую. А, дорогая, другая, не надо. А нам нет, не надо. У нас сервичи депресса, платят требели. Все, офицеру депресса. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну что ж, в принципе, непонятно. Но мы обязательно этот вопрос зададим офицеру, пресс-секретарю полиции. Сейчас спросим у вице-мэра, вице-мэра Геннадия Шмульского, все-таки, что происходит. Геннадий, добрый вечер. Геннадий, почему здесь оказались машины? Почему именно здесь? Ну, вы знаете, что сегодня опять в 9 часов утра был закрыт в очередной раз полигон. Да, с директором ДРСУ связались, сказали, что они откроют, когда они перечислят 3 миллиона аллей. И сегодня 20 единиц техники весь день простояли на въезде в полигон. Их так и не пустили. И если вы помните, в декабре, когда правительство приезжало спасать город от мусора, то на этой площади располагался штаб по спасению города от мусора. Поэтому, в принципе, и было принято решение приехать сюда и здесь уже, как в штабе, принимать решение, что делать с этим дальше. Геннадий, недавно была комиссия, созданная муниципальным советом, на которую был приглашен и представитель Салубрити Салушин, Дмитрий Руснак. И я был лично на этой комиссии. Насколько я понял, речь шла о том, что полигон не закроется, пока комиссия действует. Сколько известно, комиссия еще работает? Да, комиссия непонятно, работает или нет, потому что сегодня директор Юрий Ихмарный пытался связаться с председателем комиссии, с господином Иорданом. Тот трубки не брал, хотя в одних кругах говорят, что вроде они что-то решили, там по 92 лето платили, хотя непонятно, как комиссия могла вообще принимать такое решение. И он, я так понимаю, сейчас прячется и не хочет брать на себя ответственность, как и многие остальные наши так называемые муниципальные советники. Поэтому вот такая ситуация. К нам присоединился и мэр города Николай Григоришин. Николай, добрый вечер, Николай. Снова, снова вот эта проблема мусорная. Что делать дальше, Николай Николаевич? Ну, что делать дальше? Тут был штаб у нас, когда Павел Филипп объявил, да? Да, в декабре. Вот мы сейчас сделаем здесь опять штаб и будем ждать, когда он приедет сюда и посмотрит. Потому что такое отношение к бельщанам, это непозволительно никому. Пускай это будет руководитель страны. Но и то вымогательство, которое занимается сегодня компания Салубрит и Салушин, эти мошенники, понимаете, мусорная мафия, так тоже неправильно. Они сегодня заявили директору предприятия, дайте 3 миллиона и мы вам откроем полигон. На каком основании дать 3 миллиона? За какие такие заслуги дать 3 миллиона? Кто вообще эта компания? Как они оказались на полигоне? Мы обратились в прокуратуру, в генеральную прокуратуру. Вот ждем ответа. А, кстати, насчет министра, вы его пригласили? Или сказали, будем ждать? Ну, он завтра приезжает у него в визит в город Бельцевис. Завтра он приезжает, вот мы его и встретим. Он завтра приезжает в город. А почему столько полиции? Ну, вот спросили, ну, нас, правда, попросили обратиться к офицеру пресс-этажа. Зачем столько полиции? Ну, полиция нас не пускала на полигон в Цамбуле. Она охраняла этих мошенников, которые... Там была и Бельская полиция, и полиция Санжерея. Они охраняют эту мафию, по-другому я сказать не могу, потому что, я говорю, обеспечить нам доступ на полигон, потому что у нас есть договор между ЖКХ Цамбал и ДРСУ города Бельцы. Но никто не обеспечивает, говорит, обращайтесь в прокуратуру, пускай прокуратура разбирается с данным вопросом. Полиция не вмешивается, они не хотят признавать нашу сторону, хотя половина тех полицейских все живут в городе Бельцы, и все считают себя бельчанами, как они говорят, что они тоже бельчане. Но я не вижу у них чувства патриотизма, чтобы они были бельчанами. Охранять просто кишиневскую мафию – это неправильно. Мы хотели ехать на Кишинев и на полигон Сан-Царены, чтобы она там разгрузится, но полиция нас не пустила. Будем смотреть дальше, что будем делать. Мотивация была, что в прошлый раз, я помню, не пустили, сказав, что в путевочном листе там что-то не указано, и оказался полигон открыт. Ну, это тогда было. Ну, а сегодня полигон закрыт. Он был в мае закрыт 7 дней. Сегодня опять он закрыт, и что бы они ни говорили, это, я считаю, нарушение и закона, это нарушение и экологических всех норм, и то, что сегодня полиция встала на сторону этой мусорной мафии, ну, вы должны сами понимать, кто сегодня руководит государством тогда. Я вижу, что сюда пригласили представителя экологии, правда, его уже нет. Неизвестно, зачем его пригласили. Ну, в принципе, выход какой? Если я не ошибаюсь, на комиссии, так же вот... Выход на комиссию, была создана комиссия, уже Геннадий Леонидович говорил, председатель данной комиссии, товарищ Иордан, который сказал, бил себя в грудь, что они разберутся с этой проблемой вместе с товарищем Повонским, но это все голословные заявления. Комиссия не работала, если работала, то работала два раза, они встречались, к какому-то выходу с ситуации они не пришли, там сказали, что все не решат, ну, так и Иордан сказал, что все решат. Но сегодня, со слов господина Хмарного, он один раз взял, утром поднял трубку, Хмарный огласил ему проблему, что полигон не работает, хотя господин Иордан утверждал, что полигон во время комиссии не будет закрываться. Потом он перестал брать свой номер, свою трубку, и до сих пор он ее не поднял, потому что господину Хмарному интересны выводы комиссии, так как господин Бучацкий вчера сказал, что цену не обсуждали, по какой должны быть вывозиться мусор. Сегодня господин Иордан заявляет, что комиссия решила вывезти мусор по 92 лея. Вот мне интересно, это комиссия решила, да, они и сами его подняли. А комиссия не решила? Вот я тоже, это вопрос уже, знаете, комиссия не имеет права поднимать. Вспальный совет был. Конечно, утвержденный совет был, цена вопроса 33 лея. Сегодня комиссия в лице Иордана и Повонского, получается, подняла тариф на 92 лея. Вот мы стоим и будем ждать, может, пускай Иордан сюда приедет и объяснит вам, нам, как комиссия работала и что она делала, какие она функции выполняла, кроме тех политических заявлений, которые они делали до 20 мая. Спасибо большое, Николай Николаевич. Собственно, как решится проблема, пока здесь неизвестно. Какая будет реакция премьер-министра, тоже пока непонятно. Собственно, завтра все прояснится. У машин, у машин с охраной никакой проблемы, никакой проблемы, я думаю, не будет. Центр города, на каждую машину по одному экипажу, экипажу полиции, я думаю, что все они в целости и сохранности дождутся завтрашнего дня, чтобы встретить здесь премьер-министра. И я думаю, что быть может, дело как-то сдвинется все-таки с мертвой точки. Потому что, если помните, в декабре, когда к нам приезжал, приезжал лично, если не ошибаюсь, премьер-министр не приезжал, но он заявлял, что полигон закрыть не будет, когда приезжали карабинеры и также представители Салубрит и Салушин на их машинах убирался город. И тогда было сделано заявление, что полигон больше закрываться не будет, с этим все будет решено. Правда, после этого его больше меня не изменяет память, больше 20 раз его уже скрывали точно. Основания каждый раз были так или иначе разные. Ну что ж, будем дожидаться премьер-министра. Меня зовут Константин Харединов, и с вами сегодня вечером был я. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...